Это новости о событиях к этому часу расскажу Ягульна Рожандагулова. Здравствуйте. Президент принял Акима Актюбинской области и Ралы Тукжанов доложил об основных показателях развития региона. Развиваются сферы промышленности, сельского хозяйства и жилищное строительство. Только за последние три месяца в область привлекли свыше трех триллионов тенге инвестиций. Активизированная работа по улучшению экологической ситуации. Улучшают качество образования в малокомплектных школах. Их в регионе 120. В них обучаются почти 10 тысяч детей. По итогам встречи глава государства дал поручение. По главным вопросам этой социально-экономической развития все показатели на сегодняшний день по 2022 году выполнены. Инвестиционная политика сегодня за счет подписанных меморандумов составляет на последующие три года фактически на уровне трех триллионов. Кроме этого, один из главных проблем вопросов это было обеспечение качественными дорогами нашего региона. Особым вопросом были экологические проблемы нашего региона. И отдельным вопросом, безусловно, решение конкретных социальных проблем, которые волнуют жителей Активинской области. Комплексную проверку проведут в Арселор Миттл Тимиртау. Для аудита привлекут независимых международных консультантов. Работа будет идти в рамках подписанного меморандума между Мининдустрией и самой компанией. Сегодня глава правительства Алихан Смейлов встретился с ее руководителями. Премьер отметил, что в компанию уже направили график проведения аудита. В Арселоре выразили готовность оказать содействие. Лидерство по трагическим случаям в компании сегодня также прокомментировали Федерации профсоюзов страны. Здесь считают, что необходима разработка конкретных мер по раннему прогнозу потенциально опасных ситуаций в угольных шахтах. Также Федерации предлагают выстроить систему налоговых стимулов, чтобы мотивировать работодателей на обновление производственных фондов. На законодательном уровне нужно ужесточить ответственность за создание условий по безопасности и охране труда. Штат госинспекторов должен быть расширен. Предложения прозвучали на коллегии в профильном ведомстве. В Карагандинской области продолжает расти число обморожений. С начала холодов более 50 жителей области обратились в больницы. 13 из них уже в новом году. По словам медиков, 90% пациентов не обращаются за помощью вовремя. В результате чего шестерым пришлось ампутировать конечности. Пациенты поступают чаще всего к нам спустя определенное время, там сутки, двое, трое. Когда уже клиника становится ясна, выраженный болевой синдром у пациентов, и они обращаются. Но там только радикальное оперативное вмешательство может помочь. В Семертау из-за сильного мороза замерз водопровод. Это ухудшило водоснабжение в восточной части города, где проживает около 90 тысяч человек. Жители жалуются на слабый напор воды. В некоторых квартирах ее нет совсем. Две аварийные бригады устраняют аварию. Из-за низкой температуры и небольшого разбора в ночное время произошло замерзание водопровода по улице Караганды. В течение двух часов водоснабжение в восточной части города нормализуется. Аварийная служба продолжает работу в селе Багас Туркестанской области. Специалисты размораживают межуличные и подземные трубы, куда попала вода. По информации компании Кастрансгаз Аймак, подачу газа в некоторые дома уже возобновили. Специалисты регулируют давление по каждому дому. Напомним, больше 200 жителей села остались без газа и отопления в сильный мороз. В Японии от коронавируса за сутки скончались больше 500 человек. Этот показатель обновил максимум за весь период пандемии в стране. Наиболее высокий уровень смертности наблюдается среди пациентов пожилого возраста или людей с хроническими заболеваниями. При этом скорость распространения коронавирусной инфекции среди жителей островного государства также продолжает расти. Накануне в Японии обнаружили больше 200 тысяч заразившихся ковидом. Особенно сложная эпид-обстановка по-прежнему наблюдается в столице Токио, где за сутки выявили почти 17 тысяч инфицированных. Между тем, в некоторых регионах Китая объявили, что пик эпидемии пройден, но проблемой остается лечение тяжело больных. Поэтому обеспечение лекарственными препаратами стало одной из первостепенных задач в стране. Подробностью у Батагос Сыргабаевой. Прежде в Китае любой ковид-положительный пациент изолировался в специально отведенных местах. Его выпускали только после того, как тест покажет отрицательный результат. Теперь же все изменилось в случае госпитализации. Если больной чувствует себя хорошо при положительном ПЦР, то его выписывают. Это делается для экономии медицинских ресурсов в клиниках. Для лечения пациентов в Китае используют как западную, так и традиционную китайскую медицину. А чтобы удовлетворить возросший спрос на лекарства, фармацевтические компании работают на полную мощность. Декабрьская вспышка ковида была очень неожиданной. Нехватка лекарств ощущалась во всем Пекине. Власти города обратились к фармацевтическим предприятиям. Они хотели от нас гарантии, что мы сможем произвести необходимое количество препаратов. Мы отрегулировали производство, запустили все имеющиеся производственные линии. Работаем сменами 24 часа в сутки. Будем трудиться даже в период празднования китайского Нового года. Оплату в выходные увеличим в три раза. Основной проблемой на сегодняшний день остается лечение тяжелобольных пациентов. Поэтому необходимо повышать квалификацию медицинских работников, в том числе тех, кто трудится в районных поликлиниках и сельских больницах. Также решено усилить сотрудничество между медицинскими учреждениями различного уровня, чтобы своевременно оказать пациентам квалифицированную помощь. В новом протоколе мы указали пять вариантов лечения противовирусными препаратами. Среди них пакславид, буквально недавно одобренный в Китае, молнопиравир и микромолекулярный препарат местного производства, который ранее уже использовался для лечения ВИЧ. Все эти микромолекулярные лекарства удобны в применении, в том числе в домашних условиях. Поэтому спрос на них достаточно высокий. Пакславида пока не всем хватает, но скоро его будут производить в Китае. Переговоры уже ведутся. Лечат коронавирусы иностранными препаратами, а вот прививают исключительно отечественными вакцинами. На сегодняшний день в Китае одобрено 13 видов вакцин. Но данных по их эффективности в сравнении с западными аналогами пока нет, говорят эксперты. Но уверенно заявляют, что у китайских вакцин очень высокая защита от тяжелого течения болезни и самое главное – летального исхода. Фотокос Саргабаева, Лазимир Грабарь, Хабар 24 из Китая. Пять человек погибли в ДТП в китайском городе Гуанчжоу. Еще 13 человек получили ранения. По данным очевидцев, автомобиль умышленно въехал в толпу пешеходов на одном из заживленных перекрестков. После чего развернулся и совершил наезд на людей еще раз. Личность водителя установлена. Ему 22 года, мужчину взяли под стражу. Мотивы такого поступка выясняют. Полиция вновь применила слезоточивый газ для разгона толпы протестующих в Перу. Демонстрации в городе Куско продолжаются уже несколько дней. Их участники требуют отставки нового президента Дины Балуарте, распуска парламента, изменений в Конституции и проведения досрочных выборов. Ранее комендантский час ввели в департаменте Пуно, где за сутки в ходе протестов и столкновений погибли 17 человек. Всего же с начала протеста в Перу погибли по меньшей мере 39 человек. Вашингтон поддерживает наращивание военного потенциала Японии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин после встречи с японскими коллегами. Стороны также договорились больше взаимодействовать в сфере безопасности. Тем временем Тайвань проводит тактические учения. А жители спорного индийского штата Кашмир впервые смогут проголосовать. Подробности в нашем международном обзоре. Танки, боевые вертолеты и беспилотники. Тайвань продолжает военные учения, имитирующие вторжение противника с юга острова. Тактическая подготовка включает симуляцию поля боя со стрельбой, а также маневры в воздухе и на море. Учения проводятся на фоне заявлений местных властей о десятках самолетов КНР, летающих вблизи острова. Пекин, который считает Тайвань отколовшейся провинцией, рост числа воздушных судов объясняет, цитата, военным сговором острова США. Ну а с кем Вашингтон точно наращивает сотрудничество в сфере безопасности, так это Токио. Для усиления обороны на японской Окинаве разместят новый полк морской пехоты. На остров доставят противокорабельные ракеты для разведки, мониторинга и обеспечения коммуникации между военными. Завершить передислокацию планируется к 2025 году. Также на Окинаву прибудут корабли, чтобы быстро перебрасывать войска и технику. Соглашение, отмечу, последовало после года переговоров, а также недавнего заявления Японии о крупнейшем увеличении военной мощи со времен Второй мировой войны. Трудно переоценить важность Американо-японского союза. На протяжении более семи десятилетий он был краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Один из источников силы Альянса – наша способность к изменениям, чтобы противостоять новым вызовам, а также использовать имеющиеся возможности. Это в космической обороне, киберпространстве, области технологии. Для укрепления Альянса мы также договорились углублять сотрудничество с нашими партнерами, в том числе с Австралией, Южной Кореей и Японией. Индия тем временем ужесточает контроль над Кашмиром посредством голосования. Тысячи местных жителей впервые проголосуют на предстоящих местных выборах. Эта возможность появилась у них после отмены особого статуса штата Джамму и Кашмир. Еще в 2019 году люди получили соответствующие документы, которые дают им право на образование и возможность трудоустройства. Таким образом, индийская правящая партия рассчитывает получить до миллиона новых избирателей штата, на территорию которой также претендует Пакистан. Регион де-факто разделен между обеими странами и Китаем, но границы официально не закреплены в документах. Легализация иностранных автомобилей в Казахстане начнется 23 января и продлится до июля. Процедуре подлежит только тот транспорт, который завезли в нашу страну до сентября прошлого года. Владельцам необходимо провести таможенную очистку, снять машину с учета по месту прежней регистрации и убедиться, что она не в розыске. Подать заявление можно через портал электронного правительства, либо в спецсоне. Ставка сбора за первичную регистрацию составит 200 тысяч тенге. Утилисбор платить не нужно. Представители МВД отметили, что до июля не будут проводить рейды. Выявлять нарушителей начнут после окончания сроков легализации. Владелец должен предоставить 4 документа. Первое – это заявление. Второе – документ, удостоверяющий личность. Третье – паспорт транспортного средства, либо свидетельство о регистрации транспортного средства. И документ, подтверждающий право собственности на данное транспортное средство. После подачи заявлений и документов транспортное средство представляется на пункт осмотра при спецсоне для сверки номерных агрегатов. Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. После прохождения сверки в срок до двух дней мы должны будем вынести решение, подлежит легализации транспортное средство, либо нет. Больше тысячи жителей Тараза живут без сотовой связи интернета. Изолированными они остаются больше 10 дней после того, как в колонии, прилегающей к жилому массиву, установили современную систему глушения связи. Анастасия Сульманова расскажет подробнее. Улдекуль Дусимбетова рассказывает, связь в последнее время пропадает часто. Ни она не может дозвониться, ни к ней. Даже вызвать скорую помощь теперь проблематично. У двухлетней внучки поднялась высокая температура. Не смогли вызвать скорую, связь не ловит. Я испугалась, что начнутся судороги. Чтобы позвонить, пришлось бежать на улицу Гамалея. В такой же ситуации оказались ее соседи, жители больше 200 частных домов. Сложности, рассказывают они, начались, когда в прилегающей к их жилому массиву колонии стали глушить связь. 10 дней нет связи, ни с кем не можем связаться. Дети не могут нормально учиться. Связь не ловит. Они нам заблокировали связь. Мы не можем связаться со скорой, с другими, со своими родственниками, с детьми. Нет сообщения. Мы вообще как будто живем в другом краю. Хотим вообще требовать убрать эту тюрьму с нашей территории. Между тем, в региональном департаменте уголовно-исполнительной системы отрицают проблему. Утверждают, что действия глушителей не распространяются за пределы тюрьмы. Они нужны, чтобы свыше 800 осужденных не пользовались мобильными телефонами. Мы на сегодняшний день не видим проблемы. Изначально, да, были проблемы, когда вновь они установили, да, потому что этот аппарат должен настраиваться. Есть определенные специалисты, которые настраивают дистанцию за пределы учреждения, чтобы волна не вышла. Мы эту работу проработали, отработали со всеми операторами в сотовой сфере. В данный момент эти оборудования только глушат наше учреждение. За территорию, за пределы влияние не дает она особого. Люди пришли, мы это будем, факты, проверять. Между тем, современную систему подавления сотовой связи начали устанавливать во всех колониях страны с прошлого года. Об этом рассказали в профильном комитете. Прежде использовали устаревшие аппараты, которые слабо справлялись со своей задачей. Сейчас мы это оборудование обновляем. Сейчас у нас система глушит 4G-связь, 5G-связь. И вместе с этим возникают такие технические проблемы. Операторы сотовой связи должны провести оптимизацию своей инфраструктуры для обеспечения связью близлежащие населенные пункты. Сейчас нами проводится совместно с МЦРЯП работа в этом направлении. И думаю, в ближайшее время мы вопросы, возникшие с внедрением новой системы, решим. При этом в ведомстве отметили, что по закону вблизи колоний на расстоянии 50 метров не должно быть никаких строений, тем более жилых домов. В Акимате прокомментировали, землю под индивидуальную застройку в массиве Бурыл начали выдавать раньше, чем там появилась тюрьма. Здание в целом 70-го года существует. Она использовалась в других направлениях. То есть там учреждения 59 в те годы не было. И земли согласно закону выдавались правильно. С 2004-го появилось данное учреждение 59. Сейчас по жалобам жителей местные власти проводят мониторинг. Обещают отрегулировать оборудование оглушения связи в колонии. А пока жителям восьми улиц предлагают набраться терпения. По крайней мере на ближайшие две недели. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Руслан, Хатила, Тарас, Хабар, 24. В октаву главу филиала фонда социального медстрахования подозревают в хищении 17,5 миллионов тенге. Вместе с ним по делу проходит и руководитель одной из компаний. По договору он получал деньги за оказание медицинских услуг населению в рамках объема бесплатной помощи. По версии следствия, в базу Министерства здравоохранения вносили ложные данные о консультациях и медицинских процедурах, которые на деле не оказывали. Директор филиала Руслан Бектубаев уже два месяца находится в СИЗО. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Проводится досуденно расследование в отношении директора фонда социального медицинского страхования Бектубаева и директора ТО Грандмеда Жумалиев по статье 189, ч. 4, 2 Уголовного кодекса. Указаны лица путем внесения в базу данных Министерства здравоохранения фиктивных данных об оказании медицинской помощи более 600 граждан совершили хищение бюджетных средств на сумму 17,5 миллионов тенге. По данным фактам органы следствия предъявили на обвинение. Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в Ковсусском районе области ЖТСУ. Они будут обслуживать почти 2500 человек. Еще 8 новых медпунктов появятся в самых отдаленных селах региона до конца года. Гульнар Жантасова продолжит. Еще два месяца назад фельдшер аула Ахшатуран Рамиля Гулиева посетовала на плохие условия работы. Все 13 лет она трудилась в приспособленном здании ФАПа, которому больше 70 лет. В действителе у нас очень мало места. Бывает и 20 человек, где-то 25. Печку топим сами. Также и двор выметаем, и полы моем. Это все мы сами делаем. Сегодня Рамиля Гулиева принимает пациентов уже в новом здании фельдшерско-акушерского пункта. Здесь есть все необходимое для полноценной работы. В большом светлом здании около десятка кабинетов для приема больных. А также есть и соответствующее оборудование. Мы очень довольны. Нам удобно, что дети, пожилые люди будут приходить в такую больницу большую, и не надо ездить в райцентр. Еще бы нам в этом же здании аптеку выделили. Вот это условие бы нам еще такое создали. И вообще хорошо было бы. Новый ФАП появился и в ауле Инбикши-Казах. Население здесь составляет около 1 тысячи человек. И больше полувека жители были лишены качественных медицинских услуг. В 2010 году у нас школу дали очень хорошие на 180 мест. В 2013 году дали нам детсад на три группы. А теперь вот в этом году у нас большой, хороший медпункт. Отдали очень мы рады. У нас в ауле очень красиво. На улице везде горит свет, как в городе. В этом году только в Куксусском районе появится 8 современных медицинских учреждений. Обновится и парк не от ложек. В области ЖДСУ закупят 25 единиц машин скорой помощи. Однако еще острым в регионе остается кадровый вопрос. На данный момент у нас сейчас дефицит кадров имеется. 202 специалиста не хватает. У нас выделяется грант Акима на обучение 1, 2, 3, 4, 5, 6 курсов. Также дополнительно выделены бюджетные средства для обучения резидентов. На этот год мы планируем обучение порядка 50 резидентов. Это по узким специальностям. Те, которые у нас узкодефицитные, это акушер-гинекологи, реаниматологи, педиатры, неонатологи. В текущем году в области ЖДСУ построят и запустят в эксплуатацию 23 новых сельских блочно-модульных медицинских пунктов и ФАПов. В целом же по программе модернизации сельского здравоохранения в ближайшие два года запланировано средство 59 медицинских объектов. Гульнар Жантасова, Ожас Байбусынов, Хабар, 24, область ЖДСУ. Бесплатным питанием планируют обеспечить учащихся начальных классов. Новшество коснется и детей дошкольного возраста, и социально уязвимых семей. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бесимбаев. Напомню, в прошлом году экс-глава ведомства Асхатай Магомбетов был возмущен высокими ценами в школьных столовых. Тогда много говорили о пересмотре меню. Сегодня стало известно, что систему школьного питания в целом перестроят. Акиматы на горячее питание в год выделяют 69 миллиардов тенге. По предварительным подсчетам, чтобы обеспечить бесплатными обедами всех казахстанских детей, необходимо порядка 500 миллиардов. Добавлю, в прошлом году по проекту модернизации школ в районных центрах и селах обновили столовые. Планируется пересмотреть нормативы обеспечения детей питанием, предоставление одноразового бесплатного горячего питания всем учащимся начальных классов, это с первого по четвертой классы. Внедрение системы безналичного учета в столовых. В Атерау подорожал хлеб. Цена выросла в среднем на 10-15 тенге. По словам производителей хлеба, это произошло из-за удорожания необходимых добавок. Подробности в сюжете. До сегодняшнего дня Атераусы брали хлеб по 100-105 тенге. Сейчас в некоторых магазинах цены подскочили до 120, что ударило по карману жителей. 10 тенге разница. Все дорожает. Раньше хоть цена на хлеб стояла на одном месте. Например, у нас небольшая семья, мы покупаем 2-3 булки, и уже ощутимо, думаю, многодетным семьям будет вообще нелегко. Последний раз хлеб дорожал в регионе в ноябре 2021 года. Тогда цена увеличилась на 10 тенге. Сейчас повышение стоимости объясняют удорожанием необходимых добавок. В области значительно выросли цены на растительное масло, сахар, дрожжи и яйца. Как будут решать вопрос, рассказали в отделе предпринимательства. На этот год формируется соответствующий фонд. В настоящее время в министерстве имеется спрос на пшеницу в Атаралском регионе. Скоро она будет доставлена в Атарал и поставлена в пекарню по более низкой цене. Сейчас в городе около 450 тонн муки. Запаса хватит только на февраль. Местный акимат запрашивает у минсельхоза около 20 тысяч тонн пшеницы. При этом эксперты не исключают, что цены на хлеб будут еще подниматься. Марина Золотарева, Асланбек Шигыр, Амантай Матенов, Жандос Архметолин, Хабар-24, Атырау. В Шемкенте неравнодушные горожане угощают обедами и горячим чаем уборщиков улиц. Так люди решили поддержать работников коммунальных служб в период морозов. К слову, несколько дней назад мегаполис буквально завалила снегом. Высота сугробов превышала 30 сантиметров. А сегодня в городе резкое похолодание. Ночью температура снизилась до 25 градусов мороза. Людям приходится работать на улице в несколько смен. И подобное угощение стало для них приятным сюрпризом. Нашлись и те, кто решил помочь с уборкой снега. Мы не успеваем из-за сильного снегопада, но стараемся изо всех сил убираем круглосуточно. Но рабочих рук не хватает, а вчера и сегодня пришли на помощь волонтеры-добровольцы. Еще принесли еду и горячий чай. Теннисистка Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой вышли в финал парных соревнований в Австралии, сообщает Федерация Тенниса Казахстана. В полуфинале в двух сетах они обыграли Людмилу Киченок из Украины и Елену Остапенко из Латвии со счетом 6-4-7-5. Во второй партии теннисистки отыграли двойной сетбол на подаче. Уже завтра казахстанско-российский тандем поборется за титул турнира в парном разряде. И на этом все. Спасибо, что смотрели нас. Всего доброго и до свидания.